Привет, народ! Еду в Чернигов и есть свободное время, которое нужно как-то потратить. По дороге решил снять вам влог, который очень классно заходит и вам они нравятся, мне это очень радует. Сегодняшняя тема влога будет посвящена топливу. Сейчас переключимся левой, опа, на пятую сразу. Нормально. Все, поехали, не спеша. Посвящается топливу, а кстати, что едут в Чернигов, Вадима Мазда уходит, все, он уже свою шестую GH продал, ее забирает, сейчас переоформляет. Будет брать А6-C6 в полном фуле на пневме 3 литра дизель с таким же двигателем, как на моей 8. Короче, будет кайфовать, получать удовольствие владения правильным автомобилем и все расскажет. Но это уже отдельная тема, но суть другая. Смысл этого видео изначально это топливо. Кстати, когда Саня монтировал, Саша это мой оператор. Кстати, чувак очень круто снимает ролики свои и мы обязательно в этом году снимем отзывы владельца. Вы просто увидите уровень монтажа, уровень съемки. Это не вот то, что я сейчас снимаю. Взял, направил на себя и снимаю. Там все будет на высшем уровне. Это будет интересно. Я надеюсь, вы посмотрите и оцените своими лайками и комментариями. Вот. И Саня мне говорит, оператор мой, который монтаж делает, говорит, Вань, слушай, а сними ролик, в котором ты расскажешь про заправки. Вот конкретно свой опыт, а где ты заправляешься, там, какое топливо заливаешь и так далее. Я думаю, блин, может быть оно станет вам интересным и почему бы и нет. Пришло такое в голову, я снимаю. Я надеюсь, звук будет хороший, потому что в Луаносе лофра прогорела и оно, ну, не прогорело, оно отвалилось спереди на выхлопе. Оно немножко шумновато. Ну, хотя я смотрю, движется оно не сильно. Ну, ладно. Ребят, действительно, вот сейчас видео, в котором я не буду делать ни рекламу. Мне за это абсолютно никто не заплатил. Ни в коем случае не антирекламу. Почему? Потому что я абсолютно лоялен ко всем видам топлива, ко всем забралкам, все, что есть. Вы просто конкретно в этом видео услышите мое непосредственное мнение и мой опыт, с которым сталкивался я. Я человек, который езжу больше, чем хожу, очень много. Вот на Луаносе в средний пробег за день, там, 100-150, бывает, 200 километров за день. Это как такси, можно сказать. Ну, а восьмой я тоже много езжу. Жена моя постоянно ездит на БМВ. То есть, ну, как бы, машины ездят. Машины не стоят и есть что рассказать, есть чем поделиться. Первое, с чего я хочу начать, по поводу заправок. У меня очень много клиентов было, и не только клиентов, еще и продавцов, продавцов, ребят, в которых мы находили хорошие автомобили, люди, которые связаны каким-либо образом с нефтяным бизнесом, с заправками. То есть, разные ребята, начиная от топ-менеджеров всяких, заканчивая владельцами, ну, короче, серьезными детьками. Поэтому ситуация следующая, что я хочу сказать, вкратце. Первое, это то, что, с чем мне удалось столкнуться и что мне вообще рассказывали люди, по факту топливо у нас в Украине льется, ну, простыми словами, с одной бочки. Вот. Все зависит непосредственно уже от владельца заправки. То есть, грубо говоря, один и тот же бензин может быть в той же сети автомобильных заправок, но он будет абсолютно разный по качеству. Потому что управляющие заправочных станций, начальники, или как-то их там назвать по-другому, вот, подяжат по-разному. Именно это так и есть в Украине, это так и происходит. Поэтому я вот скажу, что вот хорошая заправка ВОК, только что проезжал, ну, вот, подвернулась, я вот и сказал. В одном городе, на одной улице, на заправке ВОК дизель будет хороший, а на той же ВОК через дорогу будет плохой. То есть, я, ну, надеюсь, вы понимаете, к чему я клоню. Здесь, как бы, индивидуально и нужно пробовать. Понятное дело, когда ты едешь по незнакомой трассе, там, куда-то, где никогда не был, в незнакомый город, ну, надо заправиться, то ты будешь заправляться абсолютно неважно где. То есть, ты можешь попасть на плохую солярку, на плохой бензин. Здесь без вариантов. Но я хочу поделиться личным опытом, если ты живешь в своем городе, то необходимо тебе найти хорошую заправку, проверенную времени, тобой же проверенную, заправлять один вид топлива, который проверен. Вот то, что я сейчас вам буду рассказывать. Конкретно вот ситуация, давайте возьмем по бензину. У меня вот есть бензиновая машина, есть дизельная, есть бензин-газ, как вот у Anos. Конкретно бензин. У меня есть Civic 94-го года EJ2 кузов, такой, как в Форсаже снимался, в кузове купе. Вот. Я принципиально заправлял этот автомобиль на Шелле, заливал туда V-Power, бензин. Все классно, все супер. Я... О, уже Черниговская область, смотрите. Так быстро, не успел оглянуться. Я вообще горя не знал и проблем. Действительно, я вскрывал мотор, я потом свапал мотор, я менял, мне было интересно разобрать, заглянуть внутрь. Никакого нагара на клапанах, все классно. Ну, V-Power бензин позиционирует себя, как там 95-й, с хорошими какими-то чистящими, моющими присадками, плюс присадки, которые добавляют как бы мощности. Ну, короче, кому интересно, можете посмотреть матчасть. Чтобы прям-таки что-то оно добавляло, ну, я бы не сказал, может быть, больше психологический фактор играет какую-то роль. Ты на каком-то неподсознательном уровне внушаешь себе, что вот машина стала ехать лучше, и возможно, да. Но чтобы там действительно что-то там поменялось значимо, нет. Поэтому я как-то с тех времен начал лить V-Power бензин. Был у меня 63-й МГ, МЛ. Я, ну, в общем, залил V-Power бензин на кольцевой дороге, когда съезжаешь с Житомирского моста. Эти люди, которые живут в Киеве, должны знать, с правой стороны, напротив кладбища, напротив там Кинга автостанция. Тамойка самообслуживания. В общем, залил херовый V-Power на той заправке. Я так понял, потому что только я залил туда V-Power бензин, сразу засветился чек. Ну, и там потом были в дальнейшем проблемы с двигателем. Пришлось заниматься. То есть, либо совпадение, либо это проблемное было... Скорее всего, проблема была в топливе, я так думаю. Но было такое. Опять-таки, вот вам V-Power бензин, но на другой заправке. Я облюбовал одну заправку. Меня все знают, я туда приезжаю, я свой человек и заправляю там и Павро бензин. Касательно солярки, опять-таки, я не рекламирую ничего. Вот у меня жена был Mercedes дизельный. Жена заправляла только на Vogue. У меня очень много клиентов, у которых дизельные автомобили, они все заправляются на Vogue. Вообще, проблем вообще никаких нету. Я, исходя из того, что я привык заправлять бензин V-Power на Shell, так же само у меня карточка, скидка, все. Я заправляю дизель тоже V-Power во восьмую Audi. Никаких вообще на конкретной заправке на той же. Никаких проблем, никаких вопросов вообще у меня нет. Ну, лично, конкретно у меня. Опять же-таки, не судите строго, потому что заправка заправки рознь. Все классно по расходу. 3 литра дизель, V6, расход 10 литров в городе. Это при такой динамичной езде, не так, как я сейчас еду в 80, тошнюсь. Чтоб тихо было, чтоб вы меня слышали. Вот. То есть, касательно газа. Вот Lanos. Это интересный опыт, я вам сейчас расскажу. Газ, газу рознь. Многие люди считают, я тоже когда-то так считал. До того времени, пока не познакомился с Вадимом, который вот, ну, мы вместе работаем. Он ставит газ везде, во все, что едет, все, что движется. Мне кажется, если была возможность поставить газовую установку на уже предустановленный газ, он бы это сделал. Это Вадим. Вот. Я скептически относился к газу. Опять-таки, пока с ним познакомился, я категорически не приемлив газ на машине. Я тоже из серии людей, которые считали, вот, автомобиль должен быть заводским, так как он выехал с завода. В таком же виде все должно выглядеть, быть. Короче, сейчас все кардинально я пересмотрел, все поменялось. И суть в чем, что я до того времени пока познакомился с Вадимом, я считал, ну, типа, газ, ну, ребят, он, ну, что, газ дай газ, типа, он одинаковый. А вот и нет. Опять-таки, сейчас буду отталкиваться с личного, конкретного опыта жизненного. Это не информация, которую, знаете, пишут обычно, либо рассказывают диванные эксперты. Я где-то вычитал, где-то услышал. Этим же мои влоги интересны, потому что я говорю правду и говорю, с чем я столкнулся. Ну, я привык, у меня возле дома шел, там, где я заправляю и газ периодически, и дизель, и бенз. Бывает такое, что, ну, реально нету времени. Газ я вообще заправляю не на шеле, я заправляю на авантаже. Есть такие сети заправок авантажа. Ну, вы должны знать, наверное. Вот Ланос, конкретно мой Ланос, да, я заливаю туда, грубо говоря, проезжаю 100 километров, заправляю там, ну, чуть больше, чем на 100 гривен газа, там, 115, 120, ну, не больше, там. Там было такое крайне редко, когда там я прям очень быстро на нем свердлю с работающим кондиционером, как сейчас, там, 130, либо 133, вот так где-то, те же пройденных 100 километров пробег. Заезжаешь на шел, почему-то, получается, вот мы ездили с клиентом, смотрели ГИДЗА в аэропорт Борисполь, там, недалеко возле аэропорта продавец находился. Я проехал 100, короче, от дома посмотрели машину, завезли клиента, я каждый день вот так вот сбиваю суточный пробег. Видите, 141 километр я уже за сегодня проехал. То есть, ну, я, типа, вечером ставлю эту машину, рабочую свою машину, которую, кстати, буду разыгрывать. Ну, сбил, да, на нули, на следующий день поехал. Какого-то хрена я проехал 100 километров 200 гривен. То есть, то ли они обманывают, то ли я, то ли там какой-то газ непонятный, который быстро выгорает, я, ну, и меньше КПД дает, я не знаю. Но сам результат, сама суть, то, что вот реально на Шаловском газе я проезжаю тот же пробег, типа, получается, по деньгам больше. Непонятно почему, то есть, газа уходит больше, а вонтажевского меньше. Так же самое я экспериментировал. Вот бывает, ты едешь, да, там, в Харьков по дороге очень много заправок ВОК. То же самое ты едешь, допустим, в Одессу, тоже Шела мало, там, пару заправок, очень много ВОК. Ты заправляешь, заезжаешь, заливаешь там ВОКовский газ и тоже ВОК в ВОКу розни. Я вчера вернулся с Харькова, проехал один и тот же, там, 300 километров, грубо говоря, на 350 гривен. На одном ВОКе заправился, на втором ВОКе точно так же до отсечки задули, все круто. До пустого проехал, заправился, тех же 300 километров, четко проехал 300 километров, заехал там заправляться. Получилось по трассе, трассовая езда, причем стабильная, там, на одной и той же скорости. Получилось по газу, там, больше, по деньгам. То есть, его больше выгорело. Не знаю, с чем это связано. Кто знает, кто может более подробно изучал часть газа, вообще, как оно, ну, конкретно речь идет о заправочных станциях наших, напишите в комментариях, интересно будет послушать ваше мнение. Вот. Поэтому лично я газ заправляю на авантаж. Могу рекомендовать, действительно, неплохая заправка. Мне эти чуваки не заплатили абсолютно ни копейки. И, опять-таки, вернусь к тому, что это не реклама, ни в коем случае, и не антиреклама. Потому что вы можете посчитать, ну да, если газ хороший на авантаже, значит, на всех остальных заправках он плохой. Ни в коем случае нет. Неплохой. Нужно искать, нужно смотреть. Суть этого всего видео. Прежде всего, я хочу донести вам информацию, то, что вы должны, вброс такой сделать для вас, вы должны найти для себя ту хорошую, качественную заправочную станцию с качественным видом топлива, неважно каким, который вы будете заправлять себе, и вы будете довольно счастливы. Опять же, такие плюсы, в чем в этом всем, когда вы находите хорошую заправку для себя, ну, вы примиркались там, вас все знают, меня реально все знают, я заправляюсь, я там заправляюсь больше 10 лет. Вот, ну, если, не дай бог, какая-то возникнет проблема по качеству топлива, в связи с чем-то связанное, даже банально, момент на автоматизме, вы всунете, ну, я не знаю, такое сложно сделать, но такое бывает. Это, у моих клиентов тоже такое было, когда человек приезжает на дизельном автомобиле, случайно туда залил пенс, либо наоборот, будет проще решить эту проблему, если там есть какие-то знакомые, и вы там примелькались. Поэтому, а бывает всякое в этой жизни, рекомендую, если вы не ездите, как я, постоянно вот так по Украине, ну, я не постоянно езжу, это не в этом заключается моя работа, ездить только по Украине, найдите в своем городе хорошую заправку, так, как это сделал я. И все, и никаких проблем, вопросов у вас с топливом не возникнет. У меня за все время, вот, возник вопрос с топливом по газу, мне это очень неприятно, когда я заезжаю на Shell, но бывает просто нет времени заехать на авантаж, он от меня далеко находится, но я, несмотря на это, целенаправленно еду туда заправляться газом. Вадим, кстати, тоже там заправляется на кольцевой дороге. То бывает, приходится заправляться на Shell, и это очень неприятно, когда ты, грубо говоря, проезжаешь, ну, типа, 200 километров за 200 гривен на авантаже, а там 200 километров почти за 400 гривен. Какого хрена? То есть, у вас что там, золотой газ, ну, цена газа плюс-минус одинаковая. То есть, походу, качество газа хуже, либо они как-то, может, дурят, но когда заправляют, меньше заправляют, но индикация светится, то, что все хорошо, полный бак, поэтому, не знаю, с чем это связано, я же говорю, напишите в комментариях. Так, у меня еще был вопрос по Shell, когда в 63-й МГ, МЛ, я залил V-Power, и реально возникла проблема с двигателем. И это не совпадение, это все-таки проблема была с топливом. Вот, как-то так. Подписывайтесь на канал, обязательно поставьте лайк. Еще раз, для тех, кто любит помпить в комментариях. Ребят, это реально честное слово, это не реклама и не антиреклама. Выбор каждого из вас, где вы хотите заправляться, где не хотите. Для этого я сделал отдельно, вывел, решил снимать вот эти влоги, потому что они вам нравятся, потому что они заходят, потому что здесь я могу честно, открыто рассказать о своем личном конкретном опыте. Вам это просто интересно послушать, правда? Пока-пока, ставьте лайк, до новых встреч. А кто еще не приключился в конце и смотрите все эти видео до конца, вы вообще красавчики. Я вам так вот заочно тоже хочу поставить лайк. И хотел вас спросить, напишите, пожалуйста, в комментариях, о чем вы хотите, чтобы я поделился и рассказал. Ну, о каком опыте. У меня мыслей в голове очень много, информации очень много и опыт очень немаленький, но может вы что-то конкретное хотите. Напишите, обязательно поделюсь. А я поехал.